Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 16 февраля. Буду пересаживать беликонию. Когда же нужно ее пересаживать и какой для нее нужен грунт? Посмотрите, грунт должен быть обязательно такой воздушный-воздушный. Беликония не любит, чтобы застаивалась вода и начинает сразу гнить. У меня здесь торф процентов 70 нейтральный и процентов 30 кислого торфа. Беликония и бегония любят немножко подкисленные грунты. Сидят они у меня в 200-граммовых стаканчиках и 100-граммовых стаканчиках. Посмотрите, вот уже видно корешочки. Значит, пора пересаживать наше растение. Сразу большую емкость не берем, потому что если у вас будет перелив, долго будет грунт стоять влажный и она начнет гнить. Вот тут вот у основания и растение наше погибнет. Поэтому что с 200-граммовых, что со 100-граммовых я буду пересаживать в пол-литровые горшочки. Вот такая вот хорошая у нас корневая система. Просто ставим и сажаем. Не надо ничего уплотнять. Просто посадили. Полив у нас будет нижний. Я поставлю в емкости. В емкость наливаю водичку и все, что нужно, горшочек, то возьмет столько, сколько нужно. Когда же... Что надо сделать, чтобы у нас вот в одну палочку она не росла? Беликония очень любит прищепку, поэтому нужно прищепнуть. Можно оставить, смотрите, раз, два, три узла и вот здесь вот прищепнуть. Но и также нам можно это дело зачеренковать. Беликония очень хорошо черенкуется. Посмотрите, вот здесь вот этот у нас салман пошел сам куститься, но, тем не менее, этого мало. Поэтому мы с вами будем делать прищепку. Пойдут новые побеги, тоже опять прищепнем. И у нас к сезону будет хороший кустик. Тогда же с полулитрового стаканчика будем пересаживать в 3-5 литров по одному растению. Я пересадила вот такие у меня поддончики с фикс прайса и наливаю примерно, если полулитровые горшочки, полподдончика воды. И все, оно напитает все, что нужно. Если вам неудобен нижний полив, поливайте сверху, но обязательно, чтобы не попадала вода вот сюда. Беликония любит тепло, но и переносит недолгие прохладные температуры. Прохладная температура чревата тем, что грунт не подсыхает. И от того, что постоянно влажный грунт, наша ножка вот эта вот во влаге, она подгнивает и отваливается. То есть гниет вот основная часть нашего черенка или растения. Беликония очень хорошо укореняется. Ее уже пора ставить на черенок, но пока что у меня нет времени. Поэтому пока она посидит вот так, как сидит. Потом мы с вами обязательно ее перечеренкуем. И запомните, самое главное, враг Беликонии это вода и солнце. Беликония вообще никак не любит солнце, поэтому прямые солнечные лучи ей противопоказаны. Знаете, Беликония очень красивая культура. Вот вся, вся, что она есть, их, по-моему, линейки 13 штук. Она вся очень красивая, но у меня все равно, я предпочтение отдаю априкот. Априкот вообще, это вот моя любовь любовная. Обожаю вот этот цветок, он огромный, махровый и такой нежно-нежно розовый. Конечно, я их все люблю и собираю полностью коллекцию. Сейчас появились еще новые сорта, жду весной, должны ко мне прийти. Но априкот на сегодняшний день, это прям моя любовь любовная. Многие боятся сажать Беликонию, считают ее капризной. Нет, она не капризная. Просто делайте все правильно и у вас будут шикарные летом цветы. И она очень легко сохраняется, сохраняется дома. Также дает хорошо новые побеги, которые мы можем с вами помножить и сделать свой сад еще красивее.